Грибы – это царство живой природы, с древнейших времен является вкуснейшим и даже лакомным блюдом у многих народов, и норвежцы не исключение. Но большинство норвежцев – большие скептики, что касается сбора грибочков. И в Норвегии во многих больших городах есть даже пункты контроля грибов, где бесплатно проверят корзиночку с грибочками. В Норвегии отравление грибочками встречается, и это очень пугает норвежцев. Добро пожаловать в лес Норвегии! Сегодня я расскажу вам немного о каждом из грибочков, которые я собираю в Норвегии. Приветик, я Ксюша, и вы на моем развлекательно-познавательном канале из Норвегии, где можно найти много интересного и полезного. Первый гриб, который я хочу отметить – это ежевик желтый. Это очень красивый и вкусный гриб. Норвежцы считают его самым безопасным грибочком в Норвегии, поскольку спутать его с каким-либо другим ядовитым грибочком просто невозможно по его иголочкам под шапочкой. Грибочек растет практически по всей территории Норвегии – хвойных и лиственных лесах. Гриб используется целиком, но желательно удалять иголочки перед жаркой, тогда он будет выглядеть более аппетитно. Также его можно замораживать на зиму в собственном соку. У меня есть видео о том, как я это делаю. Загляните! Ссылочку я оставлю под видео в описании. Второй грибочек – это лисичка. Это один из самых любимых грибочков у норвежцев. Его тоже очень трудно спутать с ядовитым грибочком. На поиск лисичек лучше всего отправиться в еловые и березовые леса, а сочетание этих типов леса является лучшим. Лисички не любят много солнца и любят влагу и мшистые участки. В Норвегии их можно встретить с июня до конца сентября. И норвежцы считают их деликатесом и называют золотом леса. Их жарят, также сушат и замораживают. Это очень полезный гриб, и об этом грибочке, так же, как и оживики, и о лисичке трубчатой, у меня есть более подробные видео. Лисичка трубчатая, или ее еще называют ворончатой. Эти лисички трубчатые более тонкие и темные. Их часто называют осенними лисичками. К ним норвежцы относятся более осторожно, поскольку часто рядом с ними растет один из самых ядовитых грибочков в Норвегии, паутине красивейший. И собирая лисичку трубчатую, нужно быть крайне осторожным, чтобы к вам в лукошко не попал этот смертельно ядовитый грибочек. Лисичку трубчатую легко узнать по дырочке в шляпке, которая проходит через всю ножку. Грибочек очень вкусный, особенно жареный с луком и сметанкой. А также супчику он придает аромат и вкус. Этот грибочек хорошо замораживать в собственном соку и сушить для супчиков и соусов. Боровик, король грибов. Это гриб номер один, первого класса и не только в Норвегии. Этот гриб в Норвегии можно перепутать только с горчаком. Но кроме того, что вы не сможете его есть из-за горечи, ничего с вами не случится. Говорят, что сатанинский гриб, которым можно перепутать боровик, в Норвегии не растет. К сожалению, часто боровики в Норвегии червивые. И найти боровичок без червей, особенно на западе Норвегии, это удача. Я их сушу и делаю приправу. Мякоть у них плотная, мясистая, это настоящий деликатес. Под осиновики и под березовики вы можете встретить по всей территории Норвегии. И норвежцы рекомендуют их жарить не менее 15-20 минут. В Норвегии они растут с лета до поздней осени. Во всех лесах и даже в горах, но чаще рядом с березами и осинами. Оба грибочка очень вкусные, как жареные, так и в супах. А вот опята в Норвегии считаются условно съедобными. И норвежцы их не едят. Зато мы с мамой их обожаем. Особенно маринованные. Но последние годы нам они не попадаются. Грибочки – это настоящие дары леса, которые не только вкусны, но и полезны. И, конечно же, сам процесс сбора – это особое удовольствие, позволяющее погрузиться в гармонии с природой. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось мое видео, то поставьте лайк. А если мой канал, то подпишитесь. Я буду очень рада новым подписчикам. До новых встреч в лесах Норвегии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok